Вкусная работа. Раньше эк-студентка торгово-экономического колледжа даже не подозревала, насколько аппетитным будет её будущее. Екатерина Гусарова уже вовсю выпекает для горжан Растегай и Смаженки. Дружный коллектив и оборудованное рабочее место позволяют открыть для молодых поваров все прелести этой профессии. Закончила 11 классов. Было много выборов, куда поступить, но я поступила в Лобрусский экономический торговый колледж. Мне эта профессия понравилась очень. Конструктор для взрослых Владимир Фомин нашёл себя в ритме станков и приятного запаха деревом. Парень из Гомельской области сам решил выбрать местное учреждение образования в качестве своего жизненного трамплина и карьерного роста. Сейчас молодой специалист оттачивает свои профессиональные навыки и усердно трудится в мебельном цеху. Сюда попал после лестницы технического колледжа. Отучился там 2,7. Отучился на технико-технолога, а по распределению поступил на фондок. Коллектив хороший сам по себе, помогает очень сильно. Целилась и не промахнулась. Таких специалистов, как Дарья Шахова, сложно отыскать. Она с удовольствием занимается чертежами, замерами, обработкой данных на заводе КПД. Человек с удивительным энтузиазмом и кропотливостью верен своему делу. Учится и практикуется для того, чтобы совершенствоваться и приносить пользу обществу. Попала на завод с помощью отработки. Пришла по направлению. На данный момент я должна отработать два года. Училась в Бобруске, в государственном колледже имени Айеларина, на специальность, по которой сейчас работаю. Технико-технолог деревообливающих производств. В Беларуси созданы все условия для достойного и успешного обучения студентов. От комфортного проживания и стипендий до трудоустройства и карьерного роста. От молодых специалистов, а их в этом году в Бобруйске полтысячи, требуется лишь преданность своему делу, ответственность и энтузиазм.